Автодром Ленинского СТК Ласково называется скоростное маневрирование, мог абсолютно любой желающий. Для этого достаточно водительского удостоверения и непосредственно средства передвижения. Конечно, можно среди флажков погонять и на велосипеде, но лучше и практичнее это делать на автомобиле, на Toyota RAV4. Кстати, стоит оговориться, что мероприятие было широко анонсировано, поэтому на автодроме собралось достаточно большое количество зрителей. Одних только участников соревнований было около сотни. И зря многие подумали, что после таких покатушек RAV можно было списывать. Жесткий драйв только в очередной раз подтвердил надежность Toyota. Машины не жалко. Почему мы их должны жалеть? Автомобиль Toyota – это надежность, как всегда качество, безопасность. Что говорят люди? Комфорт. Оценивают комфорт, оценивают маневренность. И опять же безопасность, как она себя ведет в дороге, на поворотах. Убедиться лично в надежности автомобилей Toyota можно было только пройдя хитрую трассу. Сначала заезд задним ходом в имбровизированный гараж, затем восьмерочку отписать, следом змейка вперед и назад. И самое интересное – снять кольцо с вешалки, развернуться и повесить колечко на место. И кто сказал, что это легко? Некоторые гонщики уже обкатав трассу, и то умудрялись задеть флажок. А это лишние секунды к зачетному времени. В общем, кто хотел выполнить фигурку правильно – ехал осторожно. Кто хотел быстро – был невнимателен. Однако из всякого правила есть исключения. В тот день их было сразу три. И все они заняли свои места на пьедестале. И золото досталось Эдуарду Колеснику. Хотя кто бы сомневался, он ведь неоднократный призер чемпионата Украины по гонкам на выживание. В этот день Эдуард Колесник вместе с коллегами с гонок на выживание еще раз показали себя, но уже как каскадеры. Трюки кегля и огненный барьер заставили зрителей, затаив дыхание, переживать за безопасность каскадеров. Но профессионализм гонщиков сродни духу авантюризма, присущего некоторым моделям Тойота. Опять Тойота – это лучшие машины, я считаю, и в управлении, и в безопасности, и в качестве. Ну, едешь – просто дыхаешь. В перерывах между заездами и шоу зрители могли поучаствовать в тематических конкурсах и бесплатно отведать украинский кулиш. Словом, первый день рождения Тойота-центра Запорожья «Восток Авто» удался на славу. Но не на это хотелось бы обратить внимание, а на то, что в Тойота-центре Запорожья «Восток Авто» каждый день как праздник. Почувствуйте это сами. Адрес автосалону – в улице Складька, Висим, телефон 222-1444. Продолжение следует… Почувствуйте это сами.